Открытый диалог с Александром Непомнящим И наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну, мы сегодня уже говорили, собственно, мы каждый день говорим о том, что происходит с коронавирусом у нас в стране. Мы сегодня говорили о том, что происходило в России. Ну, а теперь давайте расскажите нам, как ситуация складывается в связи с этим в Израиле. Увы, Сергей, действительно, по сути дела, сегодня корона — это общее бедствие всего мира. И как-то она затмила собой, закрыла все остальные новости. По сути дела, все текущие новости так или иначе связаны действительно с этой всемирной эпидемией. И, безусловно, если начинать новости Израиля, обзор событий за прошедшую неделю, то, конечно же, в первую очередь на 90%, на 95%, может, даже на 99% — это все вещи, связанные с коронавирусом. Так, эпидемия в Израиле, к сожалению, мы сейчас даже не находим, еще не дошли до пика. Мы находимся, судя по всему, на подъеме этой самой экспоненциального заражения. И количество заболевших, или точнее обнаруженных заболевших у нас нарастает. Вчера, скажем, было 6 тысяч, с небольшим сегодня уже больше 7 тысяч. Количество умерших тоже, к сожалению, растет. То есть сейчас речь идет о 39 умерших в Израиле людях. Таким образом, мы продвигаемся, приближаемся к 1% умерших от количества зараженных. И еще буквально несколько дней назад мы могли говорить о том, что в Израиле очень низкий показатель. Он и сейчас остается, конечно, низким, но эта ситуация очень серьезно меняется. И к контролю или управлению этой кризисной ситуацией постепенно подключается все больше и больше армия. В конце концов, конечно, Израиль — это страна, которая в каком-то смысле живет в чрезвычайном положении с момента своего существования. И поэтому, безусловно, общество израильское, оно, может быть, в большей степени, чем другие общества мира, подготовлено вот к такой ситуации, нестандартный форт-мажор. Армия оказывает сейчас помощь и полиции в плане контроля за ситуацией, за контролем, за соблюдением ограничений карантинных. И помогает пожилым людям, то есть людям, находящимся в группе риска, которым вообще нельзя выходить сейчас за пределы своей квартиры, поскольку такой выход может означать на них гибель и смерть. И занимается просто помощью этим людям, приносят им, доставляют им продукты, и доставляют другие какие-то вещи. Войска биохимической защиты тоже сейчас подготовлены, даже призваны резервисты, подготовлены батальоны, которые, в общем, они сейчас уже занимаются очисткой, то есть разработаны методологии, протоколы очистки больших площадей, больших помещений. В общем-то, впереди, видимо, зачистки целых городов, зачистки в плане очистки от обработки поверхности от коронавируса. Этим тоже заниматься начала уже армия. Конечно, есть очень много добровольческих организаций, которые тоже берут на себя там и здесь, в разных городах. Это, по сути дела, как бы даже не под контролем правительства, это чисто гражданское общество Израиля. Правительство занимается эвакуацией израильтянцев всего мира. То есть, по сути дела, сегодня фактически любой израильтянин, который вдруг может вспомнить о своем израильском гражданстве, нету никаких сообщений официальных, нет никаких рейсов. Израиль закрыт, по большому счету. Но, тем не менее, летят самолеты, собирают людей из разных концов. Те, кто знакомы с израильской жизнью, знают, что очень много молодых израильтян путешествует по всему миру. Обычно это происходит после службы в армии. Человек заканчивает армию и отправляется гулять где-нибудь в экзотических местах. Это, может быть, Дальний Восток, это, может быть, Южная Америка, какие-то там джунгли Амазонии. Теперь все эти люди, в общем-то, оказались далеки от своего дома. Они просят, чтобы их вытащили оттуда и их привозят. Привозят также людей и из Европы, где ситуация, конечно, совершенно кошмарная. И в этом смысле, конечно, Израиль, как я уже сказал, находится в лучшем положении, чем многие другие страны. И в плане подготовленности общества, в плане готовности правительства, понимания того, что происходит и что делать, и в плане большого количества гражданских структур, гражданского общества. Вот я буквально приведу свежий пример, который произошел там несколько часов назад во внутренней рассылке русскоязычного штаба партии Ликут. Я прочитал, это было уже вечер, уже суббота наступила, о том, что группа российских туристов, 16 человек, они застряли в Израиле, потому что никаких сообщений уже нету. Они находятся в аэропорту Бенгурлиона, и когда их заберут оттуда российские власти, неизвестно. Никаких самолетов нету, они там, в общем-то, остались. Многие уже и поиздержались, денег у них нету, ничего у них нет. Нужно им как-то помочь, было написано. То есть это вот просто в этой группе оказалась женщина, у которой двойное гражданство, она израильтянка тоже, и она сообщила об этом каким-то своим друзьям. Это попало в внутреннюю группу, рассылку русскоязычного Ликуда. Какую-то еду им подвезли почти сразу. То есть с едой в Израиле, конечно, вообще не проблема. То есть если кто-то голодает, то его тут же забросают едой. И в этом смысле у них бы все было нормально. Но вот, так сказать, что делать дальше, как они там, они спали буквально на полу в аэропорту, подключился заммэра города Ришон-Лицион, находящегося неподалеку, Максим Бабицкий. Оказалось, что у другого человека, вот в этой самой как бы русском штабе Ликуда, есть знакомый, у которого есть что-то вроде такой гостиницы маленькой в Ришон-Лицион, которая, конечно же, стоит сейчас пустая, потому что никаких туристов нету. И вот заммэра Максим Бабицкий, заммэра Ришон-Лицион, по сути дела, в общем, не как заммэра, а просто как человек активный с группой добровольцев, организовал машины, на которых этих самых туристов российских забрали в эту гостиницу в Ришон-Лиционе, чтобы они просто там ночевали, ну а дальше будет что-то, как будет, потому что пока совершенно неизвестно, как они из этой ситуации будут выбираться. Но то, что, скажем, российские власти как-то полностью абстрагировались, проблемы им совершенно не имеют. Это проблема граждан, вы выпутываетесь от этой ситуации сами как хотите, вы сюда попали, вот выбирайтесь. Для израильтян же совершенно очевидно, что вот есть люди, которых нужно помочь, и если можно им помочь, то нужно им помочь. И вот это гражданское общество, которое проявилось буквально в несколько часов, за несколько часов уже нашли место, куда пристроить 16 человек, как их перевезти, дать им все необходимое, там одеяло, подушки какие-то, чтобы они могли существовать. Это просто маленькая иллюстрация к тому, как устроено израильское общество, чтобы вы понимали лучше, что даже вот такой критической ситуации все-таки оно гораздо лучше подготовлено и сплочено, несмотря на все внутренние напряжения. Ну и, конечно, в целом, карантинные меры, которые были приняты достаточно рано, возможно, так сказать, Израиль одним из первых, если смотреть в тот момент, когда приходит эпидемия в страну, как быстро правительство прочухалось и осознало, что нужно вводить карантинные меры, Израиль был, пожалуй, одним из первых, который осознал, что это нужно делать. В этом смысле это полностью заслуга премьер-министра Натаньяу и министра здравоохранения Якова Лицмана, которые начали вводить ограничения карантины, и это, в общем, привело к тому, что сейчас все-таки распространение эпидемии в Израиле, оно не то чтобы под контролем, оно не под контролем, к сожалению, но оно чуть приторможено, это позволяет пока справляться с нагрузкой заболевших и пока достают новые машины для искусства, аппараты искусственной вентиляции легких, пока подвозят сюда какие-то необходимые ингредиенты для того, чтобы когда эта волна достигнет пика и когда уже будет на пределе возможностей, или даже перехлестнет через возможности, все-таки Израиль будет лучше подготовлен, и будет больше аппаратов, и будет больше возможностей спасти людей, и меньше вот этой ужасной ситуации, когда придется выбирать, кого подключать к аппаратам, а кого не подключать. И, конечно же, на все это накладывает отпечаток и политическая ситуация в стране, вот несмотря на сплоченность общества одной стороны, внутренние разрывы, которые очень жестко проявляются сейчас. Среди зараженных, и, в общем, мы уже имеем какую-то статистику, огромное количество зараженных в Израиле, это люди, принадлежащие ультратардоксальным общинам, харидин, то что называется. Теперь вопрос, почему это произошло именно с этой группой населения. Вот можно пока что рано делать какие-то четкие аналитические выкладки, но более не менее ясно, что есть характерные черты, которые, во-первых, это общество очень консервативно, оно очень медленно, гораздо медленнее, чем обычное светское общество воспринимает новую информацию. По сути дела, это общество, которое в значительной мере живет в отрыве от интернета, от средств массовой информации обычных, которое, в общем, слушает своих раввинов, пока до этих раввинов дошло, пока они осознали, что действительно реальная ситуация, и нужно слушать, что говорит им их собственный министр здравоохранения, представитель этой же самой ортодоксальной общины, что нельзя собираться и проводить общие общинные молитвы вместе, нужно делать по отдельности, нужно максимально отгородиться от друг друга. Ведь, с одной стороны, консервативность хоридимного общества, с другой стороны, очень широкие социальные связи гораздо шире, чем у обычного светского человека. Светский человек, в общем, живет внутри своей семьи, там работы, может быть, еще какие-то его группы. У религиозного человека, у него три раза в день молитвы, это обязательно, это вся община. То есть, он каждый день общается с огромным количеством людей. Это тоже, конечно же, наложило отпечаток на скорость распространения. Плюс, конечно, большое количество ультратодоксальных евреев в Израиле, это большие семьи, это высокая плотность населения в городе, то есть районы или города, где они живут, это очень скучность, плотность, и понятно, что все это тоже приводит к быстрому распространению болезней. Таким образом, действительно, сегодня в городе Бнейбрак, это пригород Тель-Авива, город с двухсоттысячным населением, для Израиля достаточно большой город, очень плотно и очень кучно населенный ультратодоксальными евреями. Его сегодня фактически армия закрыла, закрыла входы-выходы. Людям, по сути дела, сказали вообще не выходить на улицу. Армия развозит продукты пожилым людям, и началась эвакуация самых пожилых людей из города, чтобы, в общем, уменьшить опасность того, что они будут заражены. А поскольку мы понимаем, что если люди в возрасте, и они заражены, то спасать их гораздо сложнее. Вот пока, с одной стороны, как бы общество и государство помогают этой части нации, СМИ светские подливают масло в огонь и, в общем, как бы накручивают остальную часть общества в раздражении именно против ультратодоксальных евреев. То есть в каком-то смысле это даже все больше напоминает вот такие вот стандартные средневековые европейские наветы на евреев, когда была какая-нибудь эпидемия, евреи виноваты. И здесь тоже нагнетается эта ситуация, как будто бы действительно ультратодоксы, они главные виновники всей этой ситуации. Особенно, конечно, стараются антирелигиозные активисты Либермана. В социальных сетях заходишь в израильский сегмент Фейсбука, например, на русском языке, просто черно в глазах от этого неистовства просто. И, понимаете, Раф Лицман, сам министр здравоохранения Лицман, он заболел тоже. Он тоже заразился короной. Это произошло два дня назад. Он вместе с супругой помещен в карантин. И тут выяснилось, что, в общем-то, снова это человек-представитель общины, которая действительно живет в совершенно другом мире, и не в таком мире, как большинство светских людей. Оказалось, у него дома нет интернета. Нет интернета, он не пользуется им. Ему привели интернет. Это все сопровождалось в Фейсбуке такими издевательскими сообщениями о том, какой он отстал. При том, что снова речь идет о очень грамотном управленстве. Человек, который за время своего министерского поста, он уже много лет возглавляет Министерство здравоохранения, изменил эту структуру до неузнаваемости. И он был именно тем, кто продвигал вот эти карантинные меры раньше многих других. И он был тем, кто, в общем, позволил в системе здравоохранения израильской подготовиться к этой эпидемии. И вот, конечно, все эти люди оттоптались в русскоязычном сегменте Фейсбука, пожелали всякие гадости этому самому министру, заболевшему. Но это происходит не только с русскоязычной публикой, со сторонниками, адептами Эрикдора Либермана. Это происходит и с остальной частью. Вот, например, вчера вечером депутат Кнеста Ерлапид, который сейчас фактически как бы стал главным в оппозиции, он разразился в СМИ яростными обвинениями в адрес министра здравоохранения Якова Лицмана, который уже в это время был дома и болел, и потребовал увольнения Лицмана, заявив, что у Лицмана нет даже морального права продолжать вести борьбу с кризисом, потому что, мол, он, и тут Лапид заявил, что Лицман нарушал те правила, которые, собственно, как бы сам Лицман и его министерство ввело, и, мол, он отказывается передать свой телефон для того, чтобы службы безопасности выяснили, где он находился. Сейчас ведь какая ситуация в Израиле? Когда кто-то заболевает, то служба безопасности проводит короткое расследование, где он находился, что делал в последние две недели, чтобы выявить все контакты, и сразу всем людям, которые были в контакте с этим человеком последние две недели, сообщить, что, возможно, вы оказались в группе, которая должна быть изолирована и перейти в карантин, потому что, возможно, вы заразились от этого человека. Так вот, вчера Лапид выступал и кричал, что Лицман он нарушитель, он нарушал правила, он молился в групповой молитве, когда уже все это было запрещено, и он не хочет, чтобы расследовали, где он был. Но в следующий же день оказалось, что все это ложь, абсолютная ложь. То есть Лицман, во-первых, совершенно не противился расследованию, отдал свой телефон, и более того, он же депутат Кнессета, то есть он обладает парламентской неприкосновенностью, он снял себе эту неприкосновенность тихо, мирно, без каких-то больших собраний Кнессета, и сказал, да, конечно, все расследуйте, посмотрите, где я был, у меня нет никаких тайн, вот мой телефон, вы можете отследить все мои перемещения. И более того, оказалось, что вот та самая молитва, в которой он был неделю назад, в субботу он молился вместе с другими евреями, другими людьми, но в этот момент не было еще запрета на общинные молитвы, то есть его ввели позже, то есть он никакого нарушения и не делал. И весь тот поклеп, который на него возвел Лапид через средства массовой информации с гиканьем, уханем, которое сегодня разнеслось уже в десятки мест, и все это отдается в социальных сетях таким вот воплем ненависти к этому религиозному еврею пожилому и буквально пожеланиям ему смерти, так все это было ложью, потому что он действительно оказался совершенно не связан и не нарушал ничего. Более того, стало известно наоборот, что как раз ближайший сподвижник Лапида Офершелов из партии Ешатид, человек крайне левых взглядов, которого вот как раз в тот момент, еще до того, как Ликут и Ганс начали вести переговоры о правительстве чрезвычайного положения, вот эта толпа арабы, Либерман, сторонники террора, Лапид, они все вместе как бы захватили Кнесет после того, как Эдельштейн уволился и раздавали там должности и Офершелова назначили главой комиссии Кнесета по контролю над действием правительства в борьбе с эпидемией. То есть он как бы главный парламентарий, возглавляющий комиссию, которая должна смотреть, как ведет себя правительство в борьбе с коронавирусом. Важная комиссия, безусловно. Такое оказалось, что этот самый парламентарий, глава этой самой комиссии, Офершелов, сегодня утром грубо нарушал указания Министерства здравоохранения. Как их нарушал? Он в рамках своей пиар-компании ездил на машине, в которой было еще, кроме него, три человека. Теперь указание в Израиле сейчас такое, что в одной машине должно быть два человека. Таким образом, он нарушил это указание, и он подвергал опасности тех людей, которые с ним ехали, потому что, если кто-то из них заражен, то он, в общем, их мог заразить. И самое главное, что он своим личным примером показывал, как не нужно себя вести. Это не рядовой человек, и даже не рядовой депутат Кнесса. Это человек, который должен надзирать над действиями правительства в борьбе с эпидемией. Но, может быть, мы ожидали бы, что Лапид, точно так же, как он выступил против министра Лицмана и обрушился на него, стребывал немедленно его уволить, может быть, он также точно обратился против Шевлах? А, конечно же, нет. Офер Шевлах для него друг и соратники. Поэтому, то, что Офер Шевлах откровенно нарушал предписание, указание Министерства здравоохранения, для Лапида не является проблемой. А выдуманные, высосанные из пальца и, в общем-то, живые обвинения министра Лицмана это Лапид с удовольствием распространял. Более того, все происходит так быстро, что мы даже не успеваем еще забыть. Еще неделю назад, когда уже правительство вовсю, даже две недели назад, когда правительство вовсю уже вводило карантинные меры, этот самый Лапид кричал, что этот карантин это все блеф и ложь, что это Натаньял специально нагнетает ситуацию. И его задача, на самом деле, просто напугать общество и уйти отсюда и что-то еще и призвал людей нарушать карантинные меры, выходить на улицу. Это, кстати, с этими призывами выступали также активисты Либермана. Юлия Малиновская и бывший депутат и бывший министр Софа Ландвер. И вот теперь эти люди на голубом глазу обвиняют Лицмана в том, что он провалил борьбу с эпидемией, при том, что, во-первых, она, а, не провалена, и, б, действительно, ведется на одном, видимо, Израиль в этом смысле один из лучших в мире по тому, как он справляется с этой проблемой. Ну, вот, к сожалению, мы находимся в этой сложной ситуации. И эпидемия, и политический раздравь. Ну, а политики, может быть, мы поговорим уже после перерыва более подробно. Ну, скажите, у вас строгий карантин, как бы, какие ограничения введены на сегодняшний день? Он сейчас неоднородный. То есть, скажем, я так понимаю, что в Бнебраке он гораздо строже, чем в других местах. Там, где мы живем, и, в общем, в большей части страны, карантин говорит о том, что человеку незачем уходить из своего дома, если у него нет уважительной причины. Уважительной причиной это либо ты пошел за продуктами или в аптеку, либо ты работаешь в работах, которые пока что еще разрешены. Есть производства и работы, которые не закрыты. Многие уже, в том числе я, давно работают на удаленке, то, что называется. То есть, работают из дома, и мне для этого выходить на работу уже и не нужно. Уходить от своего дома просто погулять можно не дальше, чем на 100 метров. И есть еще разные перечисленные пункты, что можно делать во время карантина. Например, в частности, можно участвовать в демонстрации. Правда, сейчас уже никто об этом не говорит. То есть, вначале были такие миры, я думаю, что, может быть, сейчас уже даже это отменено, потому что вначале еще можно было устраивать общинные молитвы. Для евреев важно, ведь когда молитва общая, должно быть 10 человек как минимум, 10 евреев, которые молятся вместе. Так вот, сейчас этого уже не разрешено. И более того, полиция занимается тем, что отлавливает такие подпольные синагоги. На самом деле, сейчас уже практически все до единого ведущие раввины Израиля заявили, что спасение жизни, никаких общих молитв, каждый молится дома у себя, и даже не думайте собираться вместе, но, опять же, инертность, консервативность ультрафтодоксального общества. И такое, как бы, мне даже трудно объяснить, это общество очень, оно подчиняется своим авторитетам, и тем не менее, находятся люди, которые, как бы, не слушаются своих авторитетных раввинов, и продолжают собираться подпольно, значит, группами по 10 человек, чтобы молиться, и полиция вынуждена их ловить, закрывать эти подпольные синагоги, разгонять эти самые места, потому что это все, конечно же, приводит к тому, что количество зараженных растет. Насколько это четко? Люди все время ставят в социальные сети картинки, фотографии того, что где-то в разных местах, и не только в ультрафтоксальных, совершенно светских, детские площадки, заполненные людьми, люди куда-то ходят, но этого становится все меньше и меньше, потому что осознание того, что это реальная опасность, и это реальная проблема того, что количество заболевших станет слишком большим, и система здравоохранения Израиля перестанет с ней справляться, она постепенно достигает всех, и правительство, Натаньяу лично, буквально чуть ли не каждый день выступает и объясняет обществу самыми простыми словами, которые должны уже, так сказать, дойти до каждого самого простого и наивного человека, чтобы достучаться до него, объяснить, сидите дома. У нас впереди праздник Песах, праздник, который принято встречать всей семьей, причем широкой семьей, большой, и вот уже вечер за вечером Натаньяу объясняет, нет, ребята, в этот раз только те, кто находится сейчас дома, никаких гостей, никаких ближайших родственников, даже ваш сын, который сейчас находится в армии, ваша дочь, которая находится в университете и учится в другом городе, не пускайте их к себе, вы не можете отследить все их контакты, это может стать смертельным для ваших ближайших родственников, не вздумайте, встречайте Песах по отдельности, это, конечно, очень сложный момент для абсолютного большинства израильтян, для которых Песах это всегда праздник, когда вся семья собирается, люди могут не разговаривать друг другом целый год, но в Песах они приходят там и у дедушки своего сидят оба брата, скажем, или брат и сестра, или обе сестры, которые в реальной жизни вообще, так сказать, друг друга в сторону даже не хотят смотреть, здесь они все собираются, читают вместе о году и встречают праздник, в этот раз этого всего не будет, это, конечно, мощнейшее потрясение для израильтян, привычных даже к таким вот нестандартным ситуациям, и, судя по всему, все-таки это проникает в сознание людей, и люди осознают, что это все на самом деле, и уже игры кончились, нужно слушать то, что говорит правительство, и не нарушать карантин. Давайте, Александр, сделаем небольшой перерыв, буквально на пару минут, после чего вернемся, обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а теперь, наверное, давайте поговорим о политике, о том, что происходит с правительством, с формированием правительства и так далее. Ну да, Сергей, потому что, конечно, корона короны, а политику нашу, эту сагу, тянущуюся уже больше года, никто пока не отменял. Неделю назад я рассказал вам о том, что партия Кахолова рухнула, приказала долго жить, развалилась. Лапид и Ялон вместе с Либерманом остались вместе с сторонниками террора из арабского блока в оппозиции, а Ганс двинулся на переговоры с Натаньял для того, чтобы закрыть все детали и войти в правительство чрезвычайного положения на достаточно хороших условиях. Ну и, в общем, недели не прошло, Лапид, Либерман, Ялон теперь развернули свои пушки против Ганса, и теперь Ганс слышит о себе то, что совсем недавно он еще говорил о Натаньял. Теперь они говорят о том, что Ганс коррупционер, предатель, враг народа и прочее, и прочее, и прочее. Ну, все, то, что, собственно, до сих пор получал Натаньял, теперь точно так же получает и сам Ганс, который до этого, как вы понимаете, был, конечно, пушистый и замечательный, поскольку возглавлял их блог. А переговоры тем временем идут, они далеко не закончены. И здесь надо сказать, что Натаньял, он же ас политический, то есть его уровень политического мастерства, он просто не сравним со всеми остальными израильскими игроками, это примерно как ясельная группа и воспитательница, вот примерно такой же разрыв. И Натаньял ведет эти переговоры мастерские совершенно, например, используя каждую глупость и слабость своих оппонентов. Например, на переговорах Ганс заявил так, но речь идет о том, что первые полтора года Натаньял будет премьер-министром, Ганс его заместитель, а потом Ганс становится премьер-министром и Натаньял его заместитель. Ганс тут же сказал, он без этого же не может, он когда приезжал в Америку, например, когда Натаньял брал его с собой к Трампу, то он устроил у себя в гостинице частной такую встречу с журналистами, замаскированную, как будто бы он в Белом доме выступает. Его встречали в аэропорту лимузины, который он сам снял на деньги партии. Ему было важно, чтобы ему как будто бы оказывали государственный прием, хотя никто ему государственный прием не оказывал, потому что он никто и звать его никак, государственный прием был оказан только премьер-министром Натаньялу. Так вот, Ганс тут же попросил у Натаньялу, что когда он еще будет только заместителем премьер-министра, чтобы у него тоже было государственное жилье в Иерусалиме, в Израиле, когда премьер-министр, у него государственное жилье на улице Бальфор, те, кто живут в Израиле, часто слышат, до недавнего времени еще Ганс обращался, он не говорил Натаньялу, он говорил, этот коррупционер с улицы Бальфор. Так вот, на Бальфор находится резиденция премьер-министра, которую занимает премьер-министр. Ганс сказал, я хочу, чтобы у меня тоже была резиденция там где-то рядом. Натаньял, я говорил, он ас, он сказал, конечно, хорошо, хочешь, давай запишем в наше соглашение о том, что ты этого хочешь. И уже на следующий день СМИ узнали о том, что в соглашении между Гансом и Ликудом заместитель премьер-министра будет иметь тоже государственную резиденцию. И, конечно же, они тут же сказали, ох, этот Натаньял, он уже, так сказать, себе на последующие полтора года опять хочет бесплатно. Это, наверное, его жена подговорила, чтобы он, первые полтора года он будет бесплатной резиденцией, а потом еще он будет снова бесплатной резиденцией. На что Натаньял сказал, нет, ребята, это не Натаньял, конечно, а люди, которые ведут переговоры от Ликуда. Это вообще нас Ганс попросил о таком. И поставил Ганс в очень глупое положение, потому что пришлось Гансу, конечно же, извиняться и говорить, да, я не подумал, в это трудное время для всех нас, когда экономический кризис, я, конечно же, отказываюсь от этого условия. Хорошо, проехали, это условие было вынесено, но галочку, так сказать, поставили. Количество министров. Ганс сказал, что министров должно быть столько же у него, сколько у блока правых партий. Там на минуточку 58 коалиция 58 четырех еврейских партий. И Ганс пришел с 15 людьми. Он сказал, вот я хочу, чтобы у меня было 15 министерств. Даниэл вроде как сначала согласился. Тут все заголосили, как же так, у нас экономический кризис наносил, а у нас будет раздутое огромное количество министров. На самом деле, о раздутости министерств это тоже немножко неправильно, потому что есть европейские страны, в которых есть как бы федеральное правительство, есть правительство, ну у вас то же самое, на самом деле, федеральное правительство и правительство в Штатах. И во многих европейских странах тоже. Поэтому федеральное правительство часто достаточно маленькое, но оно, по сути дела, не управляет всей ситуацией. В Израиле, по сути дела, фактически правительство, оно одно. И никаких других штатных правительств нету, поэтому нагрузка организационная, управленческая ложится вся на правительство. Поэтому то, что оно не должно быть или как бы может быть не таким уж маленьким, это ну как бы конечно лучше, чтобы оно было маленькое, Чем меньше правительства, тем лучше. Это безусловно. Но даже если оно больше, чем в европейских странах, это объяснимо, потому что у нас других министров просто нету, как бы локальных министров. Но и это тоже лишнее. При этом, конечно же, стоимость вот этих во всех дополнительных министерств исчисляется десятками миллионов шекелей, но не миллиардами шекелей, которые нам будут стоить выборы, если мы все-таки пойдем на выборы, опять придется нам делать заново все. Но тем не менее, опять же, Ганс попросил много министерств, по сути дела, уже больше, чем он привел с собой людей. То есть вся его фракция становится министрами. Натаньялов вроде как согласился. Тут СМИ заголосили о том, что куда же нам такое большое министерство. Опять же Натаньялов говорит, так вот говорите с Гансом, Ганс хочет так много министерств. И уже Гансу опять пришлось свои требования сокращать, то есть говорить о том, что да, в это трудное время мы должны. То есть Натаньялов с ним как с котенком играет. Кинет бумажку, проведет на веревочке. Ганса не бросится потом. Ну, вроде бы сегодня было объявлено о том, что по большей части соглашений, по большей части вопросов Ганс и Ликуд пришли к какому-то пониманию, и вот-вот будет правительство. К сожалению, как было понятно с самого начала, министерство юстиции у Ликуда не останется. И оно окажется в руках представителей Ганса, точнее партии Верховного суда, то есть Верховный суд хочет эту позицию. И это, конечно, очень неприятно. С другой стороны, что важно, Ликуд стоит твердо на том, что суверенитет в Ирданской долине необходимо принимать. И это, во-первых, если мы этого не сделаем, то мы, по сути дела, начнем пробуксовывать со сделкой века. И это значит осложнение отношений с Трампом. Ганс утверждает, что пока мы не получим, он обусловливает распространение суверенитета тем, чтобы это поддержало Бумазан. А Бумазан из Ромалы, конечно, в жизни этого не поддержит. По сути дела, это просто отмазка. Ганс не хочет суверенитета. Это чисто левая позиция. Те люди, которые до сих пор считают Ганса центристом или даже немножко правым, должны четко понимать, что речь идет о глубоко левом человеке, представляющем левые интересы. Поэтому он не хочет суверенитета в Ирданской долине даже ценой конфронтации с Дональдом Трампом, чего, конечно, Израилю бы совсем не нужно было бы. Но Ликуд, с другой стороны, настаивает на том, что должен быть суверенитет. Пока непонятно, к чему они пришли и чем закончатся эти переговоры. Но время уходит, и время — это Ганс. Дело в том, что Ганс ведь получил от президента Ривлина мандат на создание правительства. И в определенные ему три недели. Он должен был это правительство создать. Сейчас эти недели уходят на его переговоры с Ликудом. И когда время истечет, мандат у него как бы закончится. И либо этот мандат перейдет Натаньяу для создания правительства, либо мы пойдем на выборы. Поэтому пока, кстати, Натаньяу играет с Гансом, как с котенком, время Ганса уходит. И понятно, что чем ближе к концу, тем уступчивее и сговорчивее будет Ганс. Мне это все напоминает в каком-то смысле, как ковбой объезжает кобылицу необъезженную. Он ей удавку. Аркан на шею накинул, вскочил. И постепенно с каждым взбрыком новым этой самой кобылицы она понимает, что есть у нее теперь хозяин. И этот хозяин будет делать то, что он хочет. И она будет ему подчиняться. В этом смысле Натаньяу попал, наконец, в ту ситуацию, в которой он контролирует большую часть процессов. И он ведет эти переговоры, ведет их к тому, чтобы получить максимальные преференции до правого блока и максимально ослабить Ганса, который начинал с неплохими картами. Но теперь, в общем, уже все эти карты его разбиты. Его блок распался. Его бывшие союзники поливают его грязью. Его позиции на переговорах высмеяны даже в СМИ. И, по сути дела, как бы все, чего он добивался, непонятно, к чему он придет. И время его уходит. Но у него есть, по крайней мере, еще неделя до праздника Песов. И мы посмотрим, может быть, уже в начале следующей недели мы увидим, как формируется в Израиле правительство чрезвычайного положения. И снова говорю, я не ожидаю от этого правительства чего-то хорошего, потому что, конечно же, эта абуза в виде Ганса и всей его кампании будет очень серьезно осложнять любые реформы. Судя по всему, о никаких реформах речь не пойдет. Хотя бы спасти положение, хотя бы, чтобы Натаньяо выводил Израиль из того экономического кризиса, в который мы, конечно же, провалимся вместе с этой эпидемией, которая на нас свалилась. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас министр финансов очень предсказывает о 25-27% росте безработицы в нашей стране. Для этого они приняли вот этот 2-3 миллионный стимулирующий пакет помощи. Вот. И они предсказывают, что это не первая будет помощь, и, возможно, и больше. А как у вас, вот, ваше правительство выходит из положения? Вы тоже, имею в виду, правительство тоже берет в долг пакет, в финансовый пакет. И как у вас безработицы вырастет, или же в стабилизированном состоянии находится? Ну, естественно, безработица сейчас просто катастрофическая. То есть, снова, накануне эпидемии Израиль был на пике своей экономической мощности. 10 лет, 11 лет почти, что Натанияу. Последний год, конечно, мы, в общем, не занимались почти ничем, кроме политики. Но 10 лет Натанияу, Израиль шел вверх и вверх. Мы достигли высот, которых никогда у нас не было. Мы достигли минимума безработицы, мы достигли максимума кредитных рейтингов, вообще всех рейтингов, каких только можно было. И в этой ситуации мы вошли в эпидемию, что очень жалко, с одной стороны, потому что мы стремительно все теряем, с другой стороны, все-таки, по сравнению с тем, как зашли другие страны, которые уже до этого находились в кризисе, мы зашли в очень хорошую ситуацию. Сейчас безработица в Израиле больше 20%. Такого никогда в истории Израиля не было, может быть, только при создании государства. Это, конечно, совершенно невыносимая ситуация. Министр финансов наш постоянно кричит о том, что Геволт, все пропало, мы все умрем. Но снова ситуация ужасная, но я очень верю в экономические способности Натанияу и в экономические способности израильского общества. То есть вот дай бог сейчас мы переживем пик эпидемии, как-то начнется возвращаться ситуация к лучшему. И, конечно же, я думаю, что при том, что целые отрасли, конечно, рухнули и падают неизвестно куда, и как они еще долго будут падать, непонятно, и что происходит с биржей, совершенно кошмарно. Но, тем не менее, ситуация все-таки начнет стабилизироваться. И здесь вот я хочу сказать, буквально на этой неделе Израиль, правительство Израиля создало на 5 миллиардов, выпустило гособлигации. Гособлигации, которые были проданы на мировом рынке, и гособлигации эти на 5 миллиардов долларов были раскуплены, причем ушли в лед. По сути дела, капитал, который хотел их купить, был в 5 раз больше. То есть 25 миллиардов долларов хотели купить израильские облигации на 5 миллиардов долларов. Это порядка 40 государств, порядка 400 компаний разных. И это привело к тому, что Израиль, в общем-то, продал свои облигации на очень выгодных условиях. Некоторые облигации, их возвращение рассчитано на через 100 лет. Представьте себе, есть компании, а ведь мы понимаем, что покупают необычные люди, покупают инвестиционные фонды, пенсионные фонды крупные, серьезные, и они, когда вкладывают деньги, они понимают, что они вкладывают деньги во что-то серьезное, делают исследование, не то, что они с бухты-барахты купили, это из любви к Израилю. Так вот, есть серьезные инвестиционные фонды и организации, государства, которые купили облигации Израиля, которые будут возвращены через 100 лет. И это означает, что несмотря на эпидемию, несмотря на кризис, несмотря на то, что все рушится, серьезные мировые финансовые структуры верят в способность Израиля, во-первых, просуществовать 100 лет. Нам ведь многие говорили, что мы скоро вообще перестанем существовать как государство. Но и кроме того, и верят в то, что эти облигации не станут просто бумагой, а будут возвращены и возвращены в столицы. Но опять же, кредитные рейтинги, кредиты, которые получил Израиль, они очень выгодные и удобные, потому что покупателей было больше, чем мы готовы были продать. Готовы были купить у нас 25 миллиардов, мы продали на 5 миллиардов. Эти 5 миллиардов сейчас пойдут на сдерживание, как бы будут потрачены на то, чтобы удержать израильское государство на плаву и спасти максимальное количество мелких и средних бизнесов, которые, конечно, сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Сергей? Да, пожалуйста, Луфин. Здравствуйте. Уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что Китай устроил всему миру необъявленную биологическую войну, но основной целью, конечно, была наша страна, Соединенные Штаты? Вот что вы думаете? Я думаю, что для того, чтобы сделать такие выводы, пока что у нас очень мало информации. Безусловно, Китай такое государство, что от него можно ждать подобной биологической, химической или какой-то атаки, войны, попытки нанести удар западным демократиям, попытки нанести экономический удар. Это все звучит как бы не настолько безумно, чтобы казаться абсолютной конспирацией. С другой стороны, давайте честно скажем, у нас нет сегодня подобных доказательств. И все, что приводит в подтверждение подобных теорий, оно, конечно, можно так сказать, а можно и не так. Поэтому, если мы говорим серьезно, то доказательств или четких подтверждений, фактов, которые однозначно убеждают нас в том, что это была спланированная атака китайского правительства против западной демократии, в первую очередь против США, как бы неправдоподобно это не выглядело, у нас нет таких доказательств, поэтому все-таки это в разряде некой конспиративной теории. С другой стороны, это могло быть не столько даже спланированная атака, сколько разгильдяйство. Потому что вот тот самый Ухань, откуда все это началось, мы знаем, что там находится объект биологического, биологический институт военное, военное предприятие биологического направления. они его построили недавно. Они, в общем-то, есть материалы и статьи, которые появились задолго до эпидемии, которые говорили о том, что китайцы построили там этот свой объект, пренебрегая теми уровнями безопасности, которые приняты, скажем, в Японии, в США, в том же Израиле. В Израиле вообще нет объектов такого уровня. Даже наш самый секретный объект, который известен как объект биологической, разработки биологических средств защиты, он более низкого уровня. Так вот, возможно, можно предположить, что это была даже не столько продуманная акция, сколько, так сказать, так получилось, потому что они поторопились и стали использовать, заниматься опытами, которыми должны были лучше подготовиться. Но и это тоже у нас нет соответствующих доказательств, и поэтому это только на уровне спекуляций и рассуждений, под которыми у нас нет никаких доказательств. Да, мы абсолютно верно. Мы не можем с уверенностью сказать, что это было сделано с умыслом, но зато мы точно можем сказать, кто этим пользуется сейчас. Вот, что касается Китая, я уже сегодня говорил об этом, что, похоже, Китай на сегодняшний день в самой выгодной ситуации. Я уж не знаю, какой ценой, потому что ходят разные информации о том, что там, ну, во-первых, жестко очень остановили вокруг Хуаня, а во-вторых, там какое-то количество жителей этого города переехали к нам в Америку, там 800 тысяч, 800 или сколько-то человек. В общем, но с другой стороны, на сегодняшний день все, все, так сказать, все экономики мира остановились, а экономиках Китая в полном порядке. у нас ничего не работает, в Китае все работает, мы у них заказываем, покупаем и так далее. Сток-маркет в Европе и в Америке обвалился, в Китае сток-маркет более или менее на приличном уровне. Мало того, Китай по дешевке скупает предприятия во всем мире, поскольку в марке сток-маркет рухнул. Политики тоже пытаются использовать, значит, у нас тут под шумок пытаются провести вот эти законы о помощи какие-то, чтобы поддержать экономику, чтобы поддержать людей. Скажем, демократы пытаются впихнуть туда деньги для Planned Parenthood, это вот для этих абортариев, потому что они колоссальные средства выделяют, эти вот самые Planned Parenthood. Миллионы долларов тратят на избирательную кампанию демократов, поэтому Пелосипа пыталась туда впихнуть. Там, скажем, 25 миллионов дополнительно на Кеннеди, центр, который 5 миллионов отваливает на избирательную кампанию демократов. Сейчас группы, финансируемые Соросом, проталкивают идею, чтобы выборы прошли по почте. То есть, традиционной фальсификации демократам уже недостаточно, поскольку ситуация такая, что у них абсолютно ничтожный кандидат, который только в голубом сне, в мокром сне может присниться, что он победит на выборах. Так они теперь пытаются вообще изменить избирательную систему. Ну, во-первых, в Штатах, которые под контролем у демократов находятся, меняют правила выборов, законы о выборах, чтобы облегчить возможность фальсификации. Во-вторых, это идея, чтобы голосовать по почте. То есть, это вообще непонятно. накануне выборов 18-го года в Калифорнии изменили правила так называемого харвестинга. То есть, если раньше человек absentee ballot получал, то он сам его отправлял или сам по почте или как-то. То сейчас в Калифорнии последние выборы прошли, кто попал, может этот билетен сбросить. И таким образом 8 мест республиканцы потеряли в Конгрессе. Сейчас они пытаются использовать это в выборах. Кроме того, пытаются, вот сейчас говорят о четвертом транше, о четвертом законе, пакете. Так, Пелоси пытается отменить некие положения о реформе, о налоговой реформе 17-го года, проведенной Трампом. И в чьих интересах она пытается это сделать, это очевидно. Это, конечно же, не для low-middle-класса, это, конечно, для или upper-middle-класса, или для богатых, потому что в этом законопроекте, в законе, который провел Трамп, там есть ограничения на списание, там, скажем, 10 тысяч лимит, либо ты списываешь property tax, либо ты списываешь доходов этих 10 тысяч, но 10 тысяч это такая средняя величина, ну, правда, в некоторых штатах значительно больше, как в нашем, как в Калифорнии, как в Нью-Йорке, про партии tax, сумасшедшие, потому что управляются демократами, они тратят деньги, как пьяный матрос в лавке, не считая, деньги же не их, это же налогоплательщиков, так вот, асписывали за счет федерального правительства, то есть, человек мог списать там колоссальные суммы за свой дорогой дом, и все это уходило, а сейчас ограничения 10 тысяч, правда, 24 тысячи, если раньше было 12 тысяч, автоматически можно было списать по новому закону, который провел Трамп, 24, то есть, для людей, которые живут от чека до чека, которые не являются мультимиллионерами, этот закон работает нормально, для тех, кто, у кого доходы высокие, кто может позволить себе там миллионный или двух-трехмиллионный дом, конечно, этот закон бьет по нему, так вот, ради этих людей Нэнси Пелоси теперь пытается впихнуть это положение, отменить это положение закона, вот, в новый пакет, который, о котором сейчас идет речь, он сейчас обсуждается, формируется, что якобы тех денег, а на сегодняшний день там, похоже, порядка 6 триллионов уже в общей сложности, то есть, там Федерал Резерв 4 триллиона, 2 триллиона казначейства выделяет, но это я говорю к тому, что, к сожалению, эту ситуацию сложную политики пытаются использовать в своих целях, демократы в своих идеологических целях, скверно это все. хорошо, у нас еще осталось где-то минутки 4 времени, может быть, несколько слов о том, как вот эта вот ситуация с коронавирусом в принципе на Ближнем Востоке проходит. Да, я постараюсь уложиться. Действительно, то, что вы сказали абсолютно правильно, и мы, по сути дела, оказались и в эпидемии, и в кризисе, и фактически в состоянии войны с Китаем, который сейчас перешел в наступление, и здесь нам остается уповать только в Израиле на Натанияу, в Америке на Трампа, потому что, по-моему, Беннон когда-то сказал, что Трамп это идеальный лидер нации в кризисной ситуации, в ситуации войны. Так вот, сейчас, безусловно, Америка на войне, и, конечно, первый бастион, первый бой, это нужно выиграть выборы, чтобы Трамп остался президентом США, поскольку иначе, в общем, эти люди могут загубить и в мирное время. Два, так сказать, один синильный старик, другой коммунист, бешеный. Эти люди могут загубить Америку даже в мирное время, а уж тем более в ситуации такой сложной, как сейчас, и всему миру, на самом деле, всему человечеству нужен сейчас Трамп как лидер Америки. Это очень и очень важно. Что касается Ближнего Востока, Израиль, как я уже сказал, вошел на пике своей экономической мощности, мощи, и это, конечно, спасет нас и предотвратит от каких-то страшных катастроф, которые могли бы произойти, но наши соседи все оказались в этой же самой ситуации, еще более худшей ситуации. После многих лет кризиса речь идет о всем Ближнем Востоке, то есть есть страны, которые просто перестали существовать, такие как Сирия, Ирак или Ливан, и они оказались в этом кризисе сейчас, и то, что там происходит, это просто конец. Есть страны, которые шатались, как Египет и Ордания, и эти страны, которые, видимо, не перенесут кризиса тоже. То есть, мы говорим о том, что на Ближний Восток сейчас накатывает, кроме эпидемии, еще реальный голод, и так все структуры государственных в этих странах были разрушены. Теперь они полностью оказываются уничтоженными, раздавленными. На это накладываются войны, которые они ведут. Хотя сейчас войны остановились. Вы поймите, в Сирии сейчас практически остановились боевые действия, потому что они боятся заразиться, и воевать там, по сути дела, некому, все болеют. То есть, те сводки, которые мы получаем о количествах, это все нереально. То, что в Иране сообщают, это, видимо, занижено в 5-7 раз, и реальная ситуация там значительно хуже, чем то, что официальные иранские власти сообщают. И поэтому, например, мы, судя по всему, говорим о том, что вся территория от Ирана до Израиля будет рушиться. Это будут массы беженцев, просто умирающих от голода, несущихся в любом направлении, как зомби. Поэтому то, что сейчас для Израиля необходимо в первую очередь, это быстро провести суверенизацию Ярданской долины, построить там забор и отгородиться с востока от этого всего вала, который хлынет потом и на Израиль, и на Европу. И те, так сказать, массы беженцев, которые шли на Европу в 2015 году, покажутся детским лепетом по сравнению с тем, что ожидает в ближайший год или, может быть, в ближайшие полтора-два года Европу, когда остатки, выжившие после вот этой эпидемии и голода, и полностью рушнувших стран целиком начнут мчаться в Европу, спасая себя просто от голодной смерти. Да, картина не безрадостная представляется. Александр, огромное спасибо, к сожалению, времени больше не осталось, и до встречи в следующий раз. До следующей встречи, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова